ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Виктор. 55 лет. Пережил три развода и потерю многомиллионного долларового состояния, но не утратил оптимизма и веры в любовь. Виктор – бизнесмен. Построил в Новосибирске торговый центр, городской рынок, детский театр и первый стриптиз-клуб. Открыл в Москве кондитерскую фабрику. Гордится тем, что его именем названа автобусная остановка в родном городе. Виктор не обратит внимания на силиконовую куклу, лишённую интеллекта. Женится на утончённой, ухоженной взрослой женщине с лидерскими качествами, хорошими манерами и творческим потенциалом. Здравствуйте. Вы пока в себя приходите, а я Розе задам вопрос. Вот если бы ты потеряла несколько миллионов долларов, что бы с тобой было? Я думаю, что я бы стала зарабатывать заново. А чего? А что же теперь делать? А вы как выкарабкались? Один к одному. Я точно так же отвечу. Внешне, обычный 55-летний мужчина, не больше, не меньше. Ты такая добрая. Ну, я говорю реальность. Скажите, у вас было сколько жён за этот период, за 20 лет, когда наживали вот это многомиллионное состояние? Три. Три. Первое за вас выходило уже, когда вы были состоятельным или вместе наживали? Нет, тогда невозможно было быть состоятельным. Она продавала беляши, а я любил эти беляши. Такие вот, ну, может быть, кто-то помнит, что это вкуснятина такая была. Роза всё грозится нам иногда их приносить. Восьмой год всё ждём. Да ладно, принесу. Да? Да. При всех. При всех. Обещаю. Гульнём же повод есть. Надо было беляши принести. Было бы в тему сейчас. Любовь к трем беляшам вас соединила с вашей женой? Да. Сколько прожили, сколько детей нажили? Мы прожили. У нас дочь, взрослая дочь здесь, в Москве. Сколько лет с ней прожили? Тринадцать лет. Почему однажды проснулись и поняли, что, ну, в общем-то, ещё жить с женой можете кое-как, а вот спать уже всё невозможно? Если коротко, то, наверное, нажились просто. Знаете, Экзюпери, по-моему, сказал, не испытывайте друзей и своих любимых на прочность. То есть я жил в Кузбассе, а она жила уже здесь, в Москве. Эти три года, в общем-то, наверное... Отвыкли друг от друга? Да. Не было возможности прилетать так часто, и поэтому... Говорят, уехать надолго – это как немножко умереть. Точно. Точно. Расстались без дележа, без проблем? С дележом. Она позвонила мне... У нас была единственная квартира здесь в Москве. Я сказал, мы никак не будем делить, она ваша. У нас тоже квартира в Москве есть. Но вы, имея троих жен, сказали, что первую вы любили меньше всех. Ну, как бы, это и не совсем была любовь. Ну, уже сегодня с высоты возраста, да, сравнивая? Сегодня, когда я шел на программу, она пожелала по телефону мне найти все-таки то, что я искал. А, так вы еще и дружите. Не только я дружу, жены между собой дружат. Какой ужас. О, кошмар. Скажите, если новой вашей женщине не будет нравиться вот такая дружба в засос с бывшими, готовы пойти на жертвы? Новая? Да. Это ее выбор. Я же не сводил. Если она вам скажет, новая женщина, с которой вы познакомитесь, нет, мне вот эта игра в высокие отношения не нравится. С детьми общаясь, а с женами как-то разошелся и разошелся. Как минимум я всегда ставил условие, что дети для меня это всегда святое, и поэтому моя будущая жена не имеет права как-то запрещать. Вы уходите от ответа. Скажет, дети это святое, с детьми встречайся, а с женами бывшими мне не нравится, меня это тревожит. Значит, я все-таки, извините, отвечу, как я отвечал. Итак, дети святое, я буду всегда встречаться, а с женами как ты захочешь. Вот прошло три минуты, он мне уже кажется симпатичный. Вы очень хорошо выглядите в свои 55 лет. А правда, что у вас даже кубики есть? Ну, я же не могу здесь показать, хотя... А почему не можете? Серьезно, я покажу. Да, даже порадуюсь. А я не кубики. Я знаю, что в честь третьей жены, которую вы сильно любили, у вас есть татуировка на плече. Да, и татуировка. Можете показать? Тебе татуировка не кубики. А я не кубики. Сейчас раз, а там мой портрет. Нет, там какая-то... А у меня такая же татуировка, но с женой только. Нет, не такая. А у меня тоже такая. Это отвлекающий маневр на татуировку. Все ясно. Отлично. Отличный ход. С прессом я бы посомневалась. Нужно поработать. Скажите, а как ваша следующая жена будет засыпать? Мы с поцелуем на вашем плече и с другой женщиной. На этом плече я буду засыпать. А то. Выглядите? Я направл... Я... Нет. Нам зачем еще одна женщина? Хотя, Вероник, я тебе хочу сказать, амур-труа, такое в жизни бывает. О, мой гад. Скажу перед всем залом, если действительно эта женщина завоевает мое сердце, то с татуировкой я справлюсь. Вот смотрите, если третья так завоевала ваше сердце, и вы ее любили, почему не с ней вместе сейчас? Значит, 15 лет мы прожили, у нас двое детей. Эту татуировку я сделал полтора года назад. Перед расставанием, что ли? Да, не делайте татуировки, обязательно расстанетесь. Ну и банальная история, то есть мы 6 лет последних, я только 2 месяца в России, 6 лет последних в Испании жили. Она там, я здесь. Ну раз в месяц я туда летаю. А с четвертой не получилось, потому что вам нужно было разводиться с третьей, для этого понадобилось 180 дней прожить в Испании, и она вас не дождалась. Наверное, так. Пока то, что он рассказывает, говорит о нем как о человеке ответственном. Поэтому, мне кажется, за ним можно себя чувствовать как замужем. Сколько у вас детей? Четверо. Четверо детей. Вам сейчас зачем жениться? Поживите, как говорится, свое удовольствие. А я семейный человек. Не готов. Я семейный человек. Нет, ну вы и с женами-то же не жили постоянно, и разводились из-за того, что вы в одном месте, а она в совершенно другом месте. Это что же за семья у вас такая? Вот. И сейчас то же самое будет. А нет такого вот, Росковь, попытай. Знаете, как про попрыгунь и стрекозу, только в мужском обличье. Может быть, вы его так просагачили по жизни, заработали, промотали. А что сейчас молодухе достанется? И хотите ли вы детей, например? Готовы ли вы взять женщину с детьми? И где жить-то будете? Линючка, а кто сказал молодуха? Нет? Нет. Тогда Роза. Это скажите, а что... Тогда Роза не замужняя. Не надо. Так а мне сказали... Зачем? Я не хочу ухаживать за мужчинами. Мне жизнь за кем ухаживает. Зачем я буду за мужчину ухаживать? Он заболеет. А почему? А ты заболеешь, он за тобой будет ухаживать. А у меня дети для чего? А дети будут своих детей рожать. Нафиг ему нужна баба Роза? А за то, чтобы если я вдруг заболею, я должна ухаживать за мужчиной? Почему за мной нужно ухаживать? Да потому что он болеет. А вы не помогите, женщина. Посмотри, как выглядит Роза. Ну возьмите, возьмите. Посмотри, как выглядит. И что теперь? Сейчас... Чего? Я не знаю. Куда пойдем? Куда? Куда? Ребята, совет да любовь. Посмотри, как он на тебя смотрит, Роз. Ну правда. Сейчас придут молодухи и забудут про меня. Минуточку, Роз. Я там небольшой презент, я вам подписал. Нужно прочитать вам, что там написано. А вообще, я вам хочу сказать, Роза очень интересная. Великолепная. Она действительно великолепная, харизматичная, красивая. Они все там красивые. Детей еще хотите? Не думаю. Это уже... А если женщина будет с детьми? Только в том случае, если мы поймем, что состояние вообще вырастить, дать им образование. Мои все дети прекрасное образование получают в Лондоне, в Испании. Нет, вы деньги будете давать на образование ее ребенка? Вы же будете уже как бы муж? Для меня нет понятия. Муж, жена. Это все единое. Вы деньги давать будете? Это все единое. У нас нет такого понятия. Даю. Я сейф, даю, лежат. Так у вас есть сейчас деньги для того, чтобы кого-то учить, воспитывать? Нет. Или промотали все? А сейчас отдыхаете? Нет, промотать это когда там в казино на женщину. Ну хорошо, так получилось, что потеряли. Потерял. А что осталось? Умение работать, знания, опыт. Квартиры есть? Снимаю здесь. Я два месяца только в России. Маска снимаете. Машина? Да. Купили. Еще есть деньги в банках? Или в банке? Нет. Вообще нет? А чего тогда жене предлагает? Съемную квартиру, что ли? Или будет... Нет, он жене предлагает новые трех старых жен для дружбы. В Москве женщины... А ты что? Вот так, Ларисочка, ты меня любишь, да? Вот пристраиваешь к тому, да? Нет, нет. Это другие будут клювом щелкать. А ты быстренько все по полочкам, ты там разведешь. У него четверо детей. У него детей особо и не надо, потому что у него четыре ребенка. Нет, у него четверо детей. Он обозначил, это нормально, конечно. Поэтому он ищет себя молодую, а ищет взрослую. Желаете, кого рядом видите с Виктором? Я желаю, чтобы рядом с Виктором появилась женщина. Во-первых, это должна быть красивая, безусловно, женщина интересная. Не обязательно молодуха, как вы говорите, потому что мужчина уже молодух повидал. Ему нужна серьезную, умную, обязательно умную, мудрую, настолько, чтобы она смогла быть рядом с сильным мужчиной, которая смогла бы дать ему ту энергию, где он смог бы снова встать на ноги, снова заработать миллион. То есть взрослые женщины именно такие, как вы описали. Поэтому проблем не будет, если пришли с ним бороться взрослые женщины. Но я думаю, что здесь химия какая-то должна случиться. Иногда бывает достаточно одного взгляда, да, чтобы... А здесь вот, кстати, действительно с человеком нужно пообщаться. Вы такой завидный жених, да, у вас там что-то в прошлом, или там есть деньги, нет денег, что у вас еще кубики. Не разбежались даже возрастные. Сейчас вот, поверьте, первая, сразу будет, ну, первая, вторая, третья, сразу будет говорить, ну, через меня, конечно, деньги, деньги, деньги. И свое одиночество скрашивать, и своим делиться тоже не разбежались. Поэтому, знаете, сегодня у меня сложная задача. Хотя мы сейчас жених-то вроде ничего, а вот кто пойдет из этой серии? Если чувство появится... Прекратите, сидите и помалки. На чувствах сейчас рождается, на чувствах настоящая любовь. Да, вы за бедного пойдете? Сидите при мужа. А я взяла небогатого, и мы вместе наживаем состояние. Да, потому что вам сейчас еще бы молоды еще. Вот проблема состоятельных мужчин, что они повернуты на своем состоянии. И они так боятся из-за него держаться. А я так понимаю, что он несостоятельный мужчина. А, вот по поводу химии и любви, ребят, ну, в 55 лет, ну, это не очень уже, да? Все-таки давайте химия, это 35, ну, 39 это потолок. Дальше уже... Серьезно вы говорите? Конечно, дальше это уже... Совершенно согласен. У нас кармоны заканчиваются. Работайте сколько угодно, а я живу в этой жизни и знаю, что это не так. Вот, поэтому, действительно, я вам желаю сегодня женщину взрослую, достойную. Да. Ту, которая уже вырастила детей, которой нужно помогать будет своим детям, но скорее советом. Она говорит про тебя. А мы сейчас вот еще спросим у Тамарочки, кто вам нужен. Как типичные весы вы, безусловно, не можете оставаться в одиночестве, потому что весы всегда замещают, когда уходит один партнер. Причем вы не расстаетесь с человеком до тех пор, пока не появляется кто-то другой. Для брака вам нужен человек добрый, в первую очередь, которому мягкий, которому вы будете доверять и который доверится вам полностью. Но в то же время вы относитесь очень требовательно к женщинам. Вы замечаете все мелочи, все недостатки, и со временем это накручивается. Но вам обязательно для партнерских отношений нужны страсти. Ну вот я и говорю, что он с огоньком, ему хочется еще поиграть, похулиганить. Я предлагаю вам просто пройти и познакомиться с первой невестой. И желаю вам удачи. Пожалуйста. И куда мне идти? На сцену. Виктор. Очень приятно. Добрый день, здравствуйте. Меня зовут Екатерина. Очень приятно. Очень рада нашему знакомству. Надеюсь, мы понравимся друг другу и приятно пообщаемся. Спасибо. Я очень надеюсь. Хорошо. Благодарю. Спасибо. Екатерина. 40 лет. Адвокат. Предпочитает отечественное кино и показы российских дизайнеров. Посещает театр, много путешествует и катается на коньках. Гордится профессиональными достижениями. Предупреждает, что не переедет жить за город. Екатерина сбежала от богатого мужа иностранца, несмотря на его мольбы и любовь всех его родственников. Надеется, что Виктор найдет к ней правильный подход. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, какая вы красотка. Ну, тьфу на вас. Да, и загар, судя по всему, не отечественный. Отечественный. Правда? Да. Ну, вы потрясающий. Такая вся модная. Спасибо. Отлично выглядит. Вообще великолепно. Так как мы пришли в гости к вам, то, конечно, не с пустыми руками. Пожалуйста, это шоколад. Надеюсь, вам он очень понравится. Спасибо большое. На здоровье. Ручная работа. Да, спасибо. Я старалась. Боже мой. Спасибо вам большое. Молодец. Шоколад. А из какой страны был ваш муж? Турция. Да. А прямо вот влюбились? Ой, вы знаете, нет, я не влюбилась сразу, прям влюбилась. Нет, это были летние каникулы. Я закончила третий курс института и уехала с подругой отдыхать. И так получилось, что я попала в отель, где он был хозяином. Две недели отдыха, ну, естественно, какое-то общение, у меня был хороший английский, мы с ним общались. И через 10 дней после того, как я улетела в Москву, он прилетел и стал говорить о свадьбе, сделал предложение. С родителями? То есть все было с его стороны очень серьезно? Ну, как бы, видимо, да. Но тогда я была девчонка 19-20 лет. Все было как-то... У меня мама достаточно серьезная женщина, и она, естественно, конечно, полетела со мной, все это проконтролировала, познакомилась с семьей. Там было обручение перед свадьбой, и вот в итоге была свадьба. И вы прямо официально за него вышли замуж? Да, я вышла официально. Она целеустремленная, она как раз именно очень, ну, как бы, ярко видно, что она хочет выйти замуж, она ищет мужчину. Когда узнали, что он вам изменяет? Я стала... И не показалось ли вам это? Вот сейчас мы с мамой анализируем и не можем понять, но хотя я уверена, что я была права. Я стала летать в Москву, чтобы закончить институт. Сессии, соответственно, я там была месяц, там, две недели. И когда я приезжала, то я дружила с женой его родного брата, а там, знаете, как вот эти кумушки, вот эти вот все они там... Я, конечно, отличалась вот из этого общего ряда людей. Мы даже из этого ряда сейчас отличались здесь. Спасибо. Красотка, 40 лет, кто бы мог подумать. Как будто в морозилке жили. Спасибо. Ну вот, и они мне стали говорить о том, что пока меня нет, он приводит женщин, а так как отельный бизнес... Может быть, нарочно вас позлить, они все зависницы. Кое-что я замечала дома, кое-что я замечала. А как вы думаете, он что, должен узлом себе был завязать это, пока вы там сессии сдаёте? Это всё понятно. Я просто в тот момент... Наверное, была бы сейчас моя сила такая, как сейчас во мне есть, я бы, может быть, как-то по-другому этот вопрос... Катюш, скажите, детей не нажили? Нет, он не хотел, он настаивал, чтобы предохранялась я. Именно я, то есть какие-то определённые медицинские манипуляции. У него был сын от первого брака, от турчанки. Но я помню, его мама говорила, говорит, да что ты, когда она рожала, он то ли гулял, то ли спал, то ли что ты. Но мужчины, они вообще неверные. На дворе лето? Пора подумать о фигуре. Вам помощь диеты Елены Малышевой. Еда для стройной фигуры. Просто ешьте и худейте. Пусть ваши мечты исполнятся. Диета Елены Малышевой. Набор еды для снижения веса. Заказывайте на сайте dietamalushvoy.ru или по телефону 8 800 555 30 44. А когда появился парень из Прибалтики? Это тоже очень так. Когда вы ещё были в браке? Нет, я уже фактически приезжала и была готова уйти. Мой второй муж, я его знала до моего первого мужа. То есть вот у меня какие-то такие круги, из которых я, видимо, уже хочу выйти наконец. Это был человек, который жил в то время, когда он меня первый раз увидел. Я ещё училась там первый-второй курс института. Он меня увидел, был в гостях у мамы и прям вот так вот пристал, стал ухаживать. Но у меня была любовь в институте, и я как бы не ответила на его ухаживание. И вот вы встречаетесь уже. Он стал позванивать, да. И мы стали, я поехала к нему в Ригу. А сколько с турком прожили в общей сложности? Турком 5 лет. Вот вы выходите замуж за Прибалты. Я думаю, турок не особо бился за вас, да? Разошлись и разошлись. Он, да, он очень переживал, он там, говорит, побил какие-то там сервизы, что-то там было, крик, вот эти эмоции. Он просил меня вернуться, обещал, говорит, я... Вы переехали в Прибалтику в хороший дом, загородный. Живи не хочу, работать необязательно, мужчина состоятельный. Ну, он был, скажем так, он был работающий человек со своим делом, но не было такого, какого-то такого, ах, достатка. Дом был недостроенный, поэтому я, скажем так, после жаркой Турции внедрилась во все эти там холодная вода, чтобы было тепло в доме, нужно было топить. Ну, в общем, всё, ну, это хозяйство легло на вас. Да, как-то сначала мне это было очень приятно, и как-то вот, вот, да. А детям так же разговор не заходил? Сначала нет, потому что это я так поняла, что мой второй муж, он был абсолютный холостяк, я была его первая супруга. И слава тебе, Господи, что я случилась у него, видимо, потому что, ну, как-то, видимо, если бы я не появилась, он бы так и жил. Ну вот, детей попозже-попозже, потом просто не получалось. Хотите детей? Или уже махнули рукой? Вы знаете, я так жду своего мужчину, я так жду этой любви, вот я правда жду. И я понимаю, что если нам будет клёво, хорошо вместе, если будет любовь, теплота, доброта, вот всё, что я жду, и что накопилось в вам... Катюша, Катюша, и в 47, если это на вас нагрянет. Вы понимаете, что в 40 лет... Ну, тогда я думаю, что я должна адекватно относиться к возможностям своего организма, и вообще... Ну, вот такой вот цели, как у женщины, сначала ребёнок, а потом, если нужна буду я, нужна буду с ребёнком, чтобы успеть. Вот такой мании нет? Нет, у меня нет мании. Я, конечно, хочу, я понимаю, упущенное время, но я, наверное, адекватно держу себя в руках. Раньше у неё не было на это времени, сейчас оно есть, значит, время пришло. На что вы любите тратить деньги, Кать? Ой. Вы с удовольствием это делаете? Да. Наверное, естественно, на себя это подразумевает внешний вид, одежда, обувь. Очень люблю вещи для дома. Посуда, это очень важно, постельное бельё. Ну, и, конечно, на какие-то... Едешь в гости что-то покупаешь, дарить подарки. А вы планируете жить в своей квартире или всё-таки маму оставить наконец-то отдыхать и к мужу? Конечно, только к мужу. То есть вы мужа в свою квартиру не приведёте, ни при каких условиях? А в съёмную пойдёте к нам? Пойдём, я за невесту скажу. Пойдём. Нет, ну если всё, будут хорошие отношения, ну, конечно, это всё решаемо. А куда вы свои там игрушки, погремушки, посуды, постельное бельё денете? Сократи. Возьмём самое необходимое. Там вы где же, Роника, хотела проживать? С мужчиной у него дома или пригласившись к себе? Я думаю, что и у меня, и у него. Какая разница? У вас есть три бонуса. Свидание наедине. Свидание наедине, безусловно. Да. Мы знали, что это будет. Да, так вот. Ой, Виктор, ну не дали нам поговорить, всё расспрашивали, расспрашивали. Знаете, наверное, за эти две минуты не говоришься, безусловно, да? Моя последняя жена, ей тоже 40 лет, если я покажу фотографию, то вы скажете, вау, прекрасно, да? Ну, понятно, да. И были у меня и известные, и гиперкрасивые. Ну, понятно. Вот от вас я готов вообще отказаться. Почему? Потому что вы идеальны. Жень, ну что? Вот идеальна. Да? Я просто вот на сегодня, наверное, не готов. Какая она достойная. Ларис, так она, он из-за турком была, он не бедный, да и из-за этого, из Литвы тоже не бедный. А она любви искала и не нашла. Да, это она подняла. На неё смотрели и смотрят как на забаву. Ну вот. И что же она до 40-ка так это? А в таком состоянии хорошем она, знаешь почему? Потому что не работала, ничего не делала. А что же она делала? Понимаешь ли, детей бы рожала бы, не такая бы, не так бы выглядела бы. Фантастическая. Мне кажется, она в любом случае бы выглядела бы. Да, да, да. Так это у неё в природе. Я тоже была бы такая красотка. Вы тоже не так красотка. А чем вообще вы занимаетесь? Вот я, ну, отрасль вот. Кондитерская проживутся. Какое? Кондитерская. Кондитерская. И я бы хотела в семье такую адвокатессу. А я не, я адвокатов не. А, нет, у меня юрист своего расчу. Зятя. Но это мужчина, а женщина нет. А с него есть что взять? Два взрослых человека. А я в него как инвестить сейчас это вкладываюсь. С богатым. Дочка возьмёт. Приходите к нам. На доню. Ты расстроилась, я, смотри. Я? Да. Ну, я когда вижу таких женщин, я думаю, как же в жизни всё несправедливо. Не хотят выходить? Нет. А другая ни кожи, ни рожи. Да, да, да. Понимаете? Не сутуйтесь. Катерина, а сюрприз приготовили? Да. Ну так показывайте. У меня билеты в театр для вас. Сначала у меня была идея вручить вам один билет, оставить второй у себя. Я считаю, что мужчине всегда нужно давать шанс. Я подумала, что даже если вы выберете другую женщину, другую невесту, то у вас будет возможность увидеть меня. А эти билеты будут залогом того, что мы встретимся с вами в театре. Но мне дали электронный билет, поэтому здесь есть пин-код с заветными цифрами. Я всё вам написала. В день спектакля вы подходите к кассе, и вам выдают обычный билет. Так что прошу вас. Надеюсь, вы получите это. Спасибо, девчонки. И есть у нас... Я хотела бы ещё вас пригласить на танец. Да. Жирно будет. На серединку. Ну как вам впечатление? Мы не договорили. Вы знаете, я думаю так. Конечно, у нас... Да. Не нужно, а не можно, а нужно, да. Вы знаете, я думаю, что в любом случае мы можем... Мы не можем остаться... Нет, мы можем не остаться, а мы можем общаться, потому что приятельские отношения – это самое правильное. Да, а потом вдруг у вас поменяется мнение. И если бы от меня что-то зависело, я сегодня бы прекратил, вот это всё и ушёл сюда. Сказал, пожалуйста, остановись. Вы знаете, мужчина должен быть очень уверенный в себе, смелый. Я более чем уверен. Ну и вот Светлана, ну послушайте внимательно, о чём я буду ещё говорить. И Светлана, ну поймите, что я более чем уверенна. Ну да. Смотрите, как он расцвёл, как он помолодел, как сияют его глаза. Да, ой, смотрите. Ну что, в меня обстоит. Спасибо вам огромное. Спасибо. Катерина, вы разбили моё сердце. Девочки, проходите в мою комнату. Спасибо. Виктор, видела я, как вы с такой истерией елозили по её спине. Я поняла, что нравится она вам. Нет, я елозу начал глазами, когда она села. Да, и это тоже я увидела. И хотел бы попросить, чтобы вообще закончили на эту съёмку, потому что потрясающая девушка. Ну ещё бы. Потрясающе, но ещё было что-то другое. Она обалдела, как она не мог силы. Светлана. Знаете, она мне очень понравилась, очаровала, так же, как и вас. Я бы способствовала всячески их отношениям. Мне очень понравилась эта женщина. Она необыкновенная, но она и достойна необыкновенного мужчины. Понимаете, время для того, чтобы начать всё с нуля, в будущем построю, в будущем заработаю, в будущем рода сама, бла-бла-бла. А вам 55. Можно мечтать об этом в 28, понимаете? Сейчас уже вот и ей 40 лет. Мне хочется уже для неё какого-то мужчину готовить, и всё-таки не с таким багажом, как у вас. Поэтому я отказался от неё. Я сказал, что я не достойна вам. А, вы уже отказались, а минуты ранее сказали, что вы никогда не смотрели. Роза, как тебе? Вот, а я даже хотела обидеться. Тут, значит, в начале программы на меня сватали, а я-то это тем-то знаю. И как только придёт моложе меня, моментально все... А видите, какой я сточилый говорю. А ты хотела, чтобы он умер в просьбах, да, Розочка? Ну, был бы неплохо, да, был бы неплохо. Хоть кто-то умер бы в просьбах, бай. Конечно, ну красиво. Ну, что тут говорить. Ну, на самом деле, я думаю, что реально всё не так плохо, если он оценивает хотя бы свои шансы. Показатели женские, конечно, удивительные, потому что Луна, Венера и Белая Луна в тельце. То есть это даёт человеку и возвышение. Человек всю жизнь будет востребован. Вот как женщина, действительно, она всю жизнь будет востребована. Она требована в прекрасной форме, она всегда из ничего, даже из угла создаст прекрасный дом. Но эту птицу не удержишь дома, потому что, несмотря на то, что она овен, и ей очень нужен хороший брак, добрый, союз может через испытания периодически проходить. Вот если она будет склонна прощать тому, кому захочет всё простить, то всё получится. Но она склонна к переменам, она человек экстрима. Вы тоже, конечно, любите экстрим, понимаете, но она меняется в течение жизни. Из одного, вот скажем так, привычного детского состояния она меняется совершенно в другое. И её возраст – это возраст зрелости. Сейчас год очень важный, он приносит, с одной стороны, и обновление чувств женских. Вот, а с другой стороны, я бы всё-таки сказала, что вот 40-42 – очень мощный период для личной жизни, и основной – 44. То есть вот такой вот очень яркий. Слушай, а детки-то будут у неё? Ну да, почему нет, конечно. А, Кать, у тебя всё вперед, да, так что нормально. Проходите, знакомьтесь со вторым детством. Добрый день, Виктор. Меня зовут Татьяна. Очень приятно. Татьяна, 42 года. Работала уборщицей, няней в детском саду и тренером по аэробике. Сейчас владелец магазина женской одежды. Много читает и катается на горных лыжах. Всё свободное время посвящает сыну и гордится достижениями дочери в спорте. Предупреждает, что всегда будет считаться с мнением своих детей. Татьяна несколько лет была заложницей бывшего мужа, который выкрал у неё ребёнка. Отстояла своё право быть полноценной матерью и готова начать жизнь с чистого листа. Надеется, что Виктор её не обидит. Татьяна, вы такая летняя и свежая, как будто уже в отпуске побывали. Я всегда так выгляжу. Такая хорошенькая. Такая хорошенькая, невозможно просто. Без комментариев. Глядя на вас, не скажу, что жизнь вас не баловала. Ну и что за фрукт был ваш муж? Первый? Ну, первая была любовь. От него родили ребёнка первые? Да. Да? Не срослось по молодости, понятно. Вот второй? Мне казалось, что он меня защитит от первого мужа. Это, может быть, была какая-то... А первый тоже был неудачный? Это была очень страшная история. Он, да, не давал мне выйти из дома. Последней каплей было то, что он меня закрыл на три дня дома и не выпускал, ревновал к человеку, которого я даже не знаю. То есть вот настолько была ревность немножко неадекватная. А второй, вы знали, что он занимал... Ну, был бандит. Я вначале этого не знала. Ну, догадывались, наверное, всё-таки всегда видно. Город маленький, все знакомые. Вы за него вышли замуж или не были расписаны? Мы не были расписаны. Но ребёнок родился? Да. Когда и после чего начался акт? После рождения ребёнка, я не знаю, что случилось, он сказал, твоё место на кухне, всё, какие-то страшные оскорбления. Бил вас? Он меня не бил. Ну, он, знаете, что делал? Он говорил, пошла вон отсюда. То есть выгонял вас из дома? Человек, да, заходит домой и говорит, пошла вон. Но он ведь не только над вами, он же над ребёнком издевался. Да. Ну, было много, да, страшных вещей. Он, например, садился пьяный за руль, маленький ребёнок на первом сиденье, и он по встречке в этом состоянии, да? Ну, вот это и было последней каплей, когда я просто взяла детей и уехала. Не, ну это ужасно, конечно, это ужасно. Татьяна, вам 42 года. Конечно, вы знаете причину и его поведение, и вы знаете причину. Озвучьте её. Я понимаю, что со стороны, когда происходят такие вещи, когда убивают тебя и твоего ребёнка, что-то, должна быть какая-то причина, это должна спровоцировать. Я вас понимаю. Но в том-то и дело, что я не знала, что я сделала. Послушайте, может быть, я не права. Отец ребёнка моей подруги в прошлом держал восьмимесячного мальчика над балконом, вот так вот, шестого этажа, а тут верещал, как кутёнок. Пока жена не потеряла сознание, он сказал, ну да, я его выброшу сейчас. Но у него были к ней определённые требования. А в вашем случае всё равно даже безумец выдвигает какие-то требования или недовольство. Почему? Почему он себя так вёл? Он не хотел, чтобы я работала. Какой кашля. Я не могу такие слушать вещи. Давай поженимся в вашем мобильном. Советы от наших экспертов по телефону 0736. В любое время. Пока реклама. Вы из какого города приехали в Москву? Из Смоленска. Как давно вы в Москве? Я живу в Смоленске. Для того, чтобы разрешать вашему бывшему с сыном видеться? У нас такой вопрос и не стоит разрешать. Ребёнок общает, и его отец, он общается тогда, когда он захочет. Потому что отец отцу родни. Если он позволял себе... Я не могу обратиться. Послушайте, если он позволял себе такие преступные действия по отношению к ребёнку, вы могли через суд лишить его родительских прав. Нет, я не могла его лишить. Он ещё выкрал же у вас этого ребенка. Но я к тому иду. В тот момент я была без жилья, потому что свою квартиру я продала. Я увезла детей в Москву, в съёмную квартиру, и мы там год прожили. И вот муж украл ребёнка уже из Москвы. Он его забрал, не давал мне её видеться. Несколько месяцев я обращалась к адвокатам. Он, по большому счёту, он ребёнка любит, он всё для него делает. И он делает всё, чтобы ребёнок в меня не общался. А с кем сейчас ребёнок живёт? Сейчас со мной. Ну, он уже вырос, он сказал, что я хочу жить. Сколько ему сейчас? 14 будет летом. Но с отцом по-прежнему видится. Конечно. Вы добились своего... У вас магазин модной одежды, у вас свой бизнес, вы самостоятельная женщина. Да? Да. Вам зачем муж? Я хочу семью. Вот смотрите, перед вами мужчина с большим прошлым. Не пугает? Прошлое хорошее, мне кажется. Это очень большой опыт. Да не дают же даже о хорошем сказать. Но здесь-то он себя чувствует уже свободнее, раскованнее на её фоне. Танечка, а вас не смущает, что все миллионы, извините, были потеряны, и вряд ли уже при вас наживутся другие? А миллионы и не нужны для того, чтобы быть счастливыми. Вам Москва со съёмной квартирой на кой? Вот если Татьяна предложит в Смоленск переехать. А у меня в Москве есть квартира. Я постараюсь. Ваша собственная? Да, всё-таки. Тогда о чём мы? Тогда у вас два бонуса. Скелет в шкафу или семейные традиции? Пару минут. Нет, у вас уже было пара минуты. А, уже всё? Пару минуты? Нет, скелет не нужен по причине, что если... Ещё раз одно свидание. Если мы будем вместе, то вы мне расскажете всё. Если не будет, то мне не нужны ваши скелеты. Давайте, я разрешаю свидание. Спасибо. Спасибо. Это дискриминация. То есть у меня на самом деле, кроме тех проблем, которые есть, ведь была целая жизнь, масса плюсов, которые мне... Ну, не дайте просто говорить. У меня на минуту нет сомнения в том, что вы столько сделали, вы столько прошли. Почему на вас давят, что съёмное, съёмное? Если вы сделали, вы же сделаете ещё. Я думаю, концепция такая некая и так далее. Ну, мы не должны на это обращать внимание. Платьяна не похожа на такую прям бескорыстную, бессеребренницу. Ну, никак. Свой бизнес, это на парах... А что свой бизнес? Это что, у вас магазинчик какой-нибудь, где-нибудь, типа лавочка? Нет. Либо у вас магазин, прям магазин на какой-нибудь улице центральной? Брендовая или серийная производство? Средний уровень в торговом центре. А вы на лыжах катаетесь? Я 20 лет катаюсь на лыжах, объехал весь мир. Ой, как классно. Я в 55 странах. Как здорово. Шесть лет последних в Испании жил, поэтому Сера Капкина это наша, Сера Невад вернее, да, и другие. Я очень хорошо катаюсь. У нас там ребёнок подросткового, 14 лет, дочка в институте. В институте ведь? Нет, она закончилась тут уже, работает сама. Дочку надо пристраивать замуж, выдавать. Сколько денег надо? Не все так парятся с пристройством своих дочерей, как ты, Рос. Некоторые считают, что это должно быть само по себе. Она вырастила, и там уже они сами должны выходить замуж. Ну, тогда пускай, ну, расставки на мужчину делает, ладно. Зато у нас кубики есть, в принципе, тоже не в накладе. Может быть, у вас уже и сюрприз готов? Да. Как приосанился жених-то нашел. Мне бы хотелось, чтобы этот подарок был символичным. Здесь кружка. Я её привезла из Швейцарии. И она наполнена швейцарским шоколадом. Я хочу пожелать вам, чтобы вы встретили женщину, которая была бы наполнена, как эта кружка, сладкими моментами. Такая же была прочная и не бьющаяся. И чтобы ваша жизнь была... Конечно. И чтобы ваша жизнь была такая же надёжная, как всё швейцарское. Спасибо. Настолько она мила. Я вот продолжаю убеждаться в этом. Настолько она домашняя, уязвимая. Девочки, проходите в свою комнату. Спасибо вам. Ой, какой угодник. Как всё понимает, как с женщинами надо общаться. Так я с иголкой по образованию. Молодец. Нет, на самом деле... Светланочка. Нет никакой игры. Вот я такой. Вот я такой. Я с девкой подавал руку. А я и не сказала, что вы играете. Как вам невеста? К сожалению, тоже хороша. Потому что сложнее выбор становится. Ты понравилась очень всем. А вам как, Виктор? Прекрасная девушка. И если с Катей мы... В общем-то, наверное, поняли, что мы готовы остаться либо знакомыми, либо друзьями. Уже там танцуем. Это я предложил, и она, наверное, примерно так... Я думаю, что... То здесь, то здесь вот просто всё сердце... Я думаю, Татьяна не так проста. И Татьяна не совсем жертва. Я думаю, Татьяна в союзе с мужчиной, от которого родила второго ребёнка, гнула свою линию, чем дико раздражала своего мужчину. Я думаю, может быть, он был против её бизнеса. Я думаю, он был против, может быть, её каких-то вольных самостоятельных решений. А она жила так, как считала нужным. И думаю, конфликты были и от этого. Но эпизод в пьяном угаре вождения машины... Извините, пожалуйста, можно мне возразить? Нужно, дорогая. Дай Бог, чтобы ни у кого такой истории, как у меня, не было. Как вы можете нездоровому человеку психически давать ребёнка? Почему вы жизнь, квартиру не заложили, не продали всё до последней тряпочки? Я уехала, я так и сделала. Нет, это ваши слова. Я бросила всё. Почему вы сейчас разрешаете отцу встречаться с ребёнком и говорите, он отец неплохой, ребёнок его любит, если он психически нездоровый человек? Он вашего ребёнка подвергал опасности. Уже это достаточно для того, чтобы вы спасли, а потом собственноручно отдавали его своему отцу. Ну как нет, с ваших слов. Спасибо, мы уже прожгли эту историю. Спасибо, Татьяна. Зачем устраивать этот базар-вокзал? Ты уже выступила, ты уже сказала всё, что надо. Всё хотят. Твоё время закончилось. Какое будущее ждёт нашу Татьяну, в чём её проблемы? У них могут родиться взаимоотношения буквально на понимании животного уровня. Прекрасно. Прекрасно. Такого самого инстинктивного. Прекрасно. Эмоционально. Она как телес действительно человек тёплый, но жизнь у неё непростая. У неё желание человека, который будет как брат, понимаете? Который будет её понимать. Понимать. Родственной. Я думаю, это понимание у вас родилось. То есть, так сказать, вот то, что... Нет, Виктор, ты ещё хочешь страсти, он всё как-то химия говорит. Но она встретит человека вдали от дома. А одно другому мешает, я не пойму. То есть, так сказать, её муж будет издалека. Страсти. Правильно, вот издалека. Она привязана к месту. Там сконцентрировалась дурная карма. Ей нужно поменять место жительства. Забирайте. Понимаете? Неделю назад разговаривали про место жительства другое, да? Что я хочу уехать. У вас ещё есть одна невеста. Проходите, знакомьтесь. Здравствуйте, Виктор. Первый раз знакомлюсь с мужчиной. Первый, и посмотрим, что из этого получится. Виктор, приятно. Спасибо, очень приятно. Проходите. Вероника, 34 года. Директор инвестиционной компании по продаже недвижимости в Америке. Играет в большой теннис, занимается конным спортом, изучает психологию. Гордится тем, что была зачислена в МГУ без экзаменов. Вероника застала возлюбленного в объятиях своей подруги. Надеется, что Виктор не окажется под лицом. Вы такая молоденькая, не пугает, что вам жених в папке годится? В папке, да, кстати, в папке. У меня папе тоже 54 года. У меня не было, конечно, опыта общения с такими мужчинами возрастными. Но вообще ничего. Ну, кстати, да, в хорошей форме. Мы видели. С папкой будет о чем посудачить долгими зимними вечерами. Он подскажет. Это точно. Девочка очень красивая. Вероника, а что за подруга у вас была, злодейка? Злодейка. Я ей очень благодарна, что она мне показала всю картину моего бывшего мужчины, любимого. Да ладно вам? Ну, правда, она приходила ко мне в гости. Это же выдержать невозможно, когда одновременно и теряешь и мужчину, и подругу. Вы знаете, она не была моей подругой. Она была моей соседкой по квартире. И она смотрела на моего мужчину, наверное, уже моими глазами. Я ее влюбила в него, потому что я в нем души не чаяла. Он мне очень нравился. Да, и вы все хвастали какой-нибудь красный. Да, хвасталась. Она смотрела, какие подарки он красивый мне дарит. А вы знаете, что это очень распространено? Что? Вот когда подружки начинают рассказывать про своих мужей, какие он дарит подарки, как он обожает детей общих, какой он заботливый муж, это красная тряпка. Ну, в большинстве случаев, я на самом деле не знаю эту ошибку. Да, я не знала, что когда мне хорошо, кому-то плохо. Я думаю, что он не подходит они друг другу. Я думаю, что первый невеста... Нет, я не думаю, что... Я думаю, что ты ему подходишь только лишь. Какая настоящая подруга. А как узнали первый раз, что он вам изменяет? Ну, это даже не первый раз. Это был один и единственный раз, когда я это все узнала. Вы как поняли, что именно этот ваш мужчина именно с этой вашей приятницей? Я увидела лично сама. Какой ситуации? Мы поехали с подругами в ресторан, и из этого ресторана, из стоянки выезжала его машина и ее. Ну, этого... Ну, и что? Ну, так получилось? Нет, это ресторан при гостинице. То есть это... Могут звезды, знаете, как вы говорите? Я подошла на рецепшн и спросила, такой у вас проживает? Они сказали, да. Ну, попросили ключ и зашли в номер. А, да. Я зашла в номер, и я увидела картину маслом. Я не поверила своим глазам, что это была она. Ну, смятые просто непонятные дела. Скажите, а допрос с пристрастием учинили, спросили? Нет, абсолютно. Я так растерялась. Почему? Я даже не могла поверить, что это она... Вот даже вот так подошла, я не поняла. А почему, скажите? Ну, он слушает, он всех внимательно очень. Он был богатый человек? Да, богатый. Вот это кольцо на правой руке, это не от него подарок? Нет, это не от него. Ну, покажите. Да. Это бижутерия? Нет, это бриллиант. Ну, здесь карант 8. 12. Это подарок от вашего... От предыдущего мужчины, да. Но не от того, который изменил? Нет. А как нам теперь, вот, у нас вообще ничего нет? Вот зато у меня все есть. Ну, хорошие подарки. Молодцы, достойные. Вам зачем мужчина с таким прошлым, куча детей, куча жен? Вы достойны другого будущего? Вы хотите, наверное, детей как минимум двоих? Троих. Троих? Да. Ну, и зачем вам? Вы можете себе позволить? Я думаю, что самое важное, это, конечно, полюбить человека, чтобы была какая-то симпатия, а то, что у кого там есть какое-то прошлое или какие-то моменты материальные, это не важно, на самом деле. Я пришла к тому, что сегодня я независимая женщина, и мне нужен именно мужчина. Ну, вот у него все независимые женщины, все красивые, выбирай только, выбирай не хочу. Вот мужчина какой должен быть? Ну, понятно, верный. Мужчина должен знать, что такое семья, что такое ответственность. Он должен нести ответственность за свою женщину, за свою любимую. Опишите мне вашу соперницу, с которой ваш возлюбленный вам изменил гостиницу. Какая она была? Она была моложе вас. Она достаточно хитрая девочка. Ну, знаете, просто хитрых полнос. Моложе, да, ей, по-моему, лет двадцать шесть, по-моему, двадцать семь. Она совершенно противоположна с меня, она тёмненькая. И она подумала, наверное, ну, если Вероника двенадцатикаратниками здесь стоит, раздражает, что ей уже хватит, и мне тоже надо. Поэтому тут все средства хороши, девчонки, на войне как на войне. У вас остался один бонус. Семейная традиция или тайна? Традиция. Семейная традиция. У нас есть часы, которые достались из императорской семьи моей прапрабабушки. Да. И эти часы передаются по наследству старшим дочерям. Так что эти часы будут мои когда-то. Сейчас они в моей бабушке, ей восемьдесят пять лет. Прекрасная традиция. Дорогая моя, сюрприз приготовили? Да, приготовила. Покажите. Да. Мне нравится, что вы больны, как вы мной. Мне нравится, что я больна не вами. И никогда тяжелый шар земной не уплывет под нашими ногами. Как в точку, а на песню эту выбрал. Смотри. Спасибо вам и сердцем, и рукой. Я опять его ветер упустила. Спасибо, дорогая. Любочка, спасибо. Забирайте свою красавицу. Подружка, проходите с вами. Как вам она, Светлана? Задаст. Вероника прекрасная, красивая девушка. Наверное, меня испугал финансовый порог на ее пальце. Двенадцатикаратный. Ну, в принципе, у Виктора были караты большие в жизни. Послушайте, давайте в 55 лет вспоминать, что было когда-то. Это как, знаете, мои бывшие друзья, которые до сих пор собираются на кухне. Вы знаете, я татья. Несостоявшиеся актеры курят в банку из-под консервов, поют виноградную косточку в землю с сырую и рассказывают, какие они могли бы быть и какие были они в 48-м году артистами. Нет, мы сегодня все живем, сегодняшним днем. И не то, что было. Я могу тебе сказать, что в тебе такое количество талантов, что я думаю, что это нельзя не отметить. Я думаю, что Вероника, ну, на мой взгляд, я не знаю, как Виктор принято решение, на мой взгляд, я бы не в пользу Вероники. А Виктор? Я не вижу серьезных отношений с ней. Слишком молода. Видишь, у него страх, у него это разный уровень. Она невероятно хороша, понятно, что все про себя знает, любит и так далее, поэтому она достойна выбирать сама. И я тоже поаплодирую. Виктор как раз вот подведение итогов говорит о том, это как вот, не знаю, прийти на хорошую ювелирную выставку, где посмотреть-то можно, а вот купить-то денег не хватает. А вот посмотрим еще. Ну, вот как-то из этого. Поэтому, конечно, ну, не ваше. И вам надорвете грыжу нарастить, не надо вам. А даже не буду пытаться. Дольше меньше жить будете. А пытаться не буду даже. А почему не будете? А что вы нас слушаете? Да, да, красиво, прекрасно. Детей нет. Ну, она встретит еще того, кто ей нужен. Ну, не я ей нужен. Спасибо. Согласна полностью. Мудрый мужчина, умный, молодец. Давайте послушаем астролога. При всей этой разнице, так сказать, в том, которая может быть между вами, она дева, вы весы. При всем при этом довольно близкое взаимопонимание может возникнуть раз. Физическая совместимость может возникнуть очень сильная. И она может просто вот ступорить вас по многим позициям, потому что требовательно будет даже больше, чем вы. И самый потрясающий домашний очень человек. Всегда будет преуспевать в карьере. Но ищет идеального партнера. Сто процентов. Давайте выбирать, кого вы, Светочка, советуете. Я думаю, что Татьяна. Роза? Ну, плохо, когда уже в возрасте, когда подводишь итоги, некому о тебе позаботиться. Ну и все, кто бы стал о вас заботиться, Татьяна, конечно. Поэтому, ну, значит, к ней. Невероятные красавицы. Все три наидостойнейшие, просто фантастические женщины. Но я буду солидарна с Розой. Татьяна. Тамарочка. С Татьяной может сложиться, но я советую вам все-таки быть очень внимательными в отношении друг друга. Потому что сейчас есть желание быть вместе, взаимопонимание очень четкое. Но если вам удастся преодолеть ее внутренние комплексы, в чем может возникнуть проблема буквально через полгода, потом еще через полтора. Ее ступор внутренний. Ну, просто, что, может быть, она имеет в виду, что я не доверяю немножко, что мне черти мерещатся. В любом случае, к кому бы вы сейчас ни пошли, мы вас поддержим и на вашей стороне. Поэтому вам удачи. Спасибо. Давай поднимемся! Я приглашаю всех. Выходите, давайте поддержим Виктора. Рашид, здесь красавица живет. Здравствуйте. Я бы очень рад, если бы приняла предложение, ну, просто хотя бы общаться и понять друг друга. Потому что все, что там говорили, это не очень наше, мне кажется, не очень твое. Мне очень приятно. У нас есть пара Виктор и Татьяна. Если вы одиноки, или вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, пишите на сайт Первого канала. А я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, поженимся. Удачи, рада за вас. Спасибо. Я в Север, мне 23 год. Работаю водителем автобуса, развожу немецкий долг. Люблю готовить, фотографировать и оттенны отдыха. Вот, ищу девушку от 20 до 30 среднего телосложения, которая будет обо мне довольствием. Выражайте симпатию нашим будущим героям. Отправляйте свои отклики с их номерами на сайт Первого канала.